Наркотикам нет. О результатах работы по формированию здорового образа жизни среди щелковских учащихся на антинаркотической комиссии отчитались представители профильных комитетов и управлений, работающих с несовершеннолетними. Заместитель председателя комитета по образованию Алена Шахтенкова сообщила, что в прошлом учебном году социально-психологическое тестирование проведено в 25 школах. В них прошли тестирование почти 7000 учащихся, что составило 90% от всех направленных на собеседование. С начала этого года профилактические медицинские осмотры были проведены в отношении 2109 подростков. У всех результаты по наркозависимости нулевые. На заседании также был рассмотрен вопрос о мониторинге наркоситуации на территории округа. Общее количество лиц, находящихся на учете в наркодиспансере, на 1 июля этого года составляет 2700 человек, из них 335 с диагнозом по наркомании. В целом в городском округе Щелково снижается число наркозависимых, в том числе и среди несовершеннолетних. Заведующий Щелковским наркодиспансером Вячеслав Корабулькин отметил, что в 2021 году принятыми мерами удалось не допустить появление новых несовершеннолетних, заболевших алкогольной и наркозависимостью. Наконец, в 2020 году по диспансерному наблюдению наркоза стояло всего трое несовершеннолетних пациентов. Один с пагубным употреблением алкоголя и двое с пагубным употреблением наркотических средств. В первом полугодии 2021 года все они по достижению совершеннолетних были переведены в так называемую взрослую игру. Иного движения по диспансерному контингенту среди несовершеннолетних не было. О работе с несовершеннолетними, которые по наркомании и алкоголизму могли попасть в зону риска, также отчитались представители комитетов администрации по культуре и туризму, по физической культуре, спорту и работе с молодежью. С докладами выступили руководители Управления социальной защиты населения и Щелковского колледжа. На заседании отмечалось, что в результате работы по профилактике девиантного поведения в среде несовершеннолетних в городском округе Щелково существенно уменьшилось число административных правонарушений, имеющих отношение к наркологической проблематике. Продолжение следует...